Дорогие друзья, если вы обладатели камер GoPro 7, 8, 6, неважно там 9, 10, какая у вас, не имеет значения, я вам хочу предложить оптимальные настройки, которые пойдут как в дневное время суток, и так и в ночное время суток. Если вам будет интересно, досмотрите видео до конца. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, смотрите какая история, я приобрел совсем недавно камеру себе GoPro 8, что я заметил, то есть я снимал в режиме 2К, 60 кадров в секунду, то есть обработки, все были туда-сюда, выгружая на YouTube, у меня картинка сыпется, но она сыпалась бы еще больше, то есть я вам хочу рассказать те оптимальные настройки для того, что если у вас какой-то экшен, вам нужно будет еще постобработка другими приложениями, выставлять битрейт и так далее. Если мы наберем 500 лайков от этих видеороликов, и по вашим комментариям я запишу правильный обзор на то, как загружать именно на YouTube уже отснятый видеоматериал, смонтированный полностью, чтобы картинка не сырпалась, она была сочной и очень приятной. Сейчас я вам просто хочу рассказать о тех настройках, которые действительно полезны и нужны как для ночной съемки, так и для дневной съемки, для каких-то ваших экшен-действий, то это будет мото, авто съемки, либо на ваших велосипедах, это уже не имеет значения. Давайте приступать к нашим настройкам, вот она камера GoPro 8, давайте ее активируем, GoPro включись, вот она включается и мы будем видеть с вами наши настройки, то есть я перехожу в кастомный режим, нет, давайте перейдем в байк, то есть я зашел, создал свою позицию, вы можете опуститься вниз, нажать на плюсик и создать свою позицию, моя байк, то есть для дневной съемки, чтобы вы понимали, что мы здесь видим, я здесь выбрал качество в 2К 60 кадров, почему именно так? Потому что 120 мы не поставим, так как предыдущие настройки, которые будут впереди, точнее настройки, они нам будут мешать, то есть чтобы они нам не мешали, такое значение оставляем, Super Smooth это объектив, то есть супер широкий оставляем, для большего захвата видео Hyper Smooth это у нас стабилизация, то есть если у вас 7, там ниже, ставите максимальную, которая у вас есть, клипы выключения, Zoom это все, нам не нужно, битрейт обязательно ставим высокий, для лучшего захвата движения, выдержка ставим авто, ну или же там под свой цвет регулируйте в зависимости от вашего дня, у меня стоит авто, экспозицию обязательно ставьте на минус 5 или минус 1, чтобы не было пересветов и недосветов, баланс белого ставим на 4500, ISO от 100 до 400 в дневное время суток, это обязалово, чтобы не было так же пересветов, чтобы была резкость, ставите среднюю, если вы будете монтировать, можете вообще убрать, для оптимального значения резкости ставим средний, высокий не стоит, потому что сильно будет резкая картинка, то есть цвет у нас будет плоский, ставите, это для, не GoPro ставите, а именно плоский для того, если вы будете использовать редакторы какие-то, если не будете использовать редакторы, то есть цветокор какой-то менять, то вы можете сразу ставить в GoPro, RAW, звук RAW, то есть высокий однозначно, это качество звука увеличивает ветер, так само включайте, обязательно включите, если вы гасаете на велике, там, либо какой-либо экстрим, это в принципе все те настройки, которые вам нужно было знать в дневное время суток, что касаемо ночных, у меня оно называется пользовательский, я тоже так само выбрал 2К, я тоже так само вот выбрал 2К, супер широкий ставил, повышенный HyperSmooth, здесь у нас ненужный, высокий битрейт, автовыдержка минус 5 или 0, ставите, 4,5 тысячи, только теперь ISO ставим минимальное значение 800 и до максимального это 1600, резкость также самая средняя, GoPro цветокор у нас здесь ставим, GoPro обязательно, почему? Потому что ночью вы обработку никак не сделаете, все равно будут какие-то шумы и так далее, GoPro это лучший цветокор, и звук RAW у нас высокий, точно так же ветер включаем, вот в принципе все настройки, для дневного у меня был байк, для пользовательских у меня вот такой вот режим, это все те режимы, которые в принципе нужно знать, ну и если вам будет интересно, как в принципе обзор сделать отдельно по камере, то обращайтесь, я всегда готов помочь, GoPro выключись. Вот в принципе друзья, все были настройки, все доступно, понятно, если будут какие-то вопросы, я вам готов всегда ответить, не забывайте подписываться на канал Just Run по подсказке в описании, по ссылке в описании, весь экшен вы можете посмотреть, который там записан, сами оценить, какое качество, какая съемка и так далее, точно так же то, что я вам рассказал, все настройки будут в описании под видео, вы можете прекрасно ознакомиться, если было что-то непонятно, где-то я что-то поспешил или что-то в этом духе, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео, скоро увидимся!